Друзья, всем привет! С вами Леся. Показываю небольшие косметические покупки. Это муж себе купил два геля для душа от Dolce Milk Dolce Man черный чай кардамон и от Dolce Milk стандартная серия черри. У него закончились гели для душа и вот те, что я покупаю, он не хочет использовать, поэтому заходил и купил себе Dolce Milk. Друзья, всем привет! С вами Леся. У нас уже суббота. Давайте покажу вам пустые банки, которые закончились на этой неделе. Совсем вообще, как вы видите, ни о чем. И давайте я вам их покажу и выпрошу. Я не думаю, что у меня завтра еще что-то закончится. На самом деле, то, о чем хотелось бы поговорить, и то, что интересно, оно долгоиграющее. А тут просто какие-то обычные расходники. Значит, гель для душа от You с миндалем. Это даже не гель для душа, как здесь и написано. Крем для душа вот такого вот цвета. Такой вот крем жидкий, быстро используется. Не вызывает аллергии. Даже поначалу, когда у дочки закончилось средство, от моего дорогого средства у нее была аллергия. Поэтому я поставила это, и все было хорошо. Но могу сказать, что я больше не буду эту марку покупать просто потому, что мне не нравятся запахи. Да, здесь запах более приемлемый, чем у персика был. Персик это вообще караул. Здесь нормальный, но опять же миндаль. И я от него ожидала больше. Не локситан, конечно, но поприятней. Ну, простенький, дешевенький запах. В принципе, претензий к нему не имею, но было скучно, неинтересно. И удовольствия я не получила. Ну, так, если купили, да использовать можно, без проблем. То есть антипати не вызывает. У дочки закончился шампунь-бальзам «Мое солнышко» с пантенолом и органовым маслом. В принципе, нормальный шампунь. Волосы выглядели у нее хорошо. Пахнет неприятно. Ну, как неприятно, не очень. Как бы такой какой-то косметический запах не очень приятно. Но это лучше, чем что-то фруктовое, химозное. Да, смотрите, вот такие вот масочки. У меня было их 6 штук. Еще одна осталась. Но я думаю, что я вам покажу ее просто по факту, что она у меня была. И сегодня использую и выпрошу. Потому что, в принципе, они на лице все одинаковые. То есть я не вижу от них никаких спецэффектов. Единственное, что они отличаются картинками такими веселенькими и запахами. Да, вот здесь я могу чайное дерево отметить. Запах действительно чайного дерева был. Здесь у нас вейкап кофе. Здесь действительно пахло кофе. Я очень не люблю запах кофе. И мне не понравилось. Но если вы любите кофе, я думаю, вам понравится. Потому что запах действительно кофейный. Вот такой вот с центеллой я использовала. Вот такой вот гидробомба. И витамин С. Немножко цитрусовый запах. И вот такой вот сегодня использую с коллагеном. Мне нравится то, что здесь приятные, веселые, яркие упаковки. Можно как порадовать себя за 59 рублей. Девочки, это просто отличные маски. То есть, действительно, просто... Ну, я не знаю, я от масок ничего не жду. Потому что, может быть, ничего не требует. Просто для меня это как баловство. Освежить, в тонус немножко привести себя. Там, я не знаю, после сна как-то отдохнуть. Но эту функцию не выполнили. Поэтому, в принципе, за 59 рублей, которые я на каждую маску потратила, это было здорово. Поэтому, в принципе, могу вам посоветовать. Такие вот были пустые банки. Как вы видите, просто какие-то скучные расходники. Но самое интересное все еще впереди. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.